Марк Эдуард Юрос шагал по улице Венета в Риме, заглядываясь на витрины магазинов, бросая временами восторженный взгляд на хорошенькую девушку, спешащую мимо. В этот удивительно солнечный день на женщинах были майки с узкими плечиками, белые юбки обтягивали стройные ноги, а открытые сандалии не скрывали ярко накрашенных ногтей. Он не видел особого смысла в своем кратком пребывании в Италии, но в конце концов почему бы и нет, ведь он обещал, обещал. Подчас он удивлялся, как можно было так легко обещать, но сделанного не вернуть. На нем был безукоризненно сшитый серый костюм, подчеркивавший аристократическую элегантность его фигуры. Он остановился на мгновение, наблюдая за бешеной скоростью римского транспорта, проносящегося, подобно пулеметной очереди, мимо него. Он улыбнулся, видя, как немолодая женщина размахивала зонтиком, не самым пристойным образом. «Итак, синьора...» Он слегка поклонился ей, находясь на противоположной стороне улицы, и она ответила ему тем же самым. Он взглянул на часы и быстро направился к столику в кафе. На миг, всего лишь на миг, он вспомнил неудавшийся разговор с Диной. Его успокаивало то, что она говорила. Были моменты, когда он не знал, как вести себя с ней, как достучаться до нее, не мог вынести боли в ее глазах или слышать тоску одиночества в ее голосе. Он знал обо всем, но переносить это было выше его сил. Он мог еще вынести это среди обычной рутины дел в Сан-Франциско, но не тогда, когда он был в гуще своих сложных дел за границей, или у себя дома во Франции, или здесь, в Риме. Он медленно покачал головой, как бы стремясь отмахнуться от воспоминаний, навеянных ее голосом, и стал мечтательно разглядывать уличные лица. Сейчас он не мог думать о Дине, просто не мог. Нет, только не сейчас. Мыслями он был далеко-далеко от нее, пытливо вглядываясь в толпу людей, снующих перед ним. И, наконец, он увидел ее. Она шла веселой походкой, не похожей ни на какую другую. Ее длинные ноги, казалось, выписывали танец, при котором ее яркая юбка, черепашьих тонов, нежно ласкала бедра. На ней была шелковая блузка светлых розовато-лиловых оттенков, изящные сандалии и громадная соломенная шляпа, почти скрывавшая глаза. Почти, но не совсем. Эти глаза нельзя было скрыть, они были точно огоньки цвета сапфира, окраска которых менялась в зависимости от настроения. Этот спектр вбирал в себя одновременно все тона огненно-красного пламени и темно-синей бездны моря. Роскошная копна волос каштанового цвета хлистала по плечам. «Дорогой!» Она остановилась в нескольких сантиметрах от него, и на ее чувственных губах появилась улыбка, предназначенная для него одного. «Извини, что опоздала! Я остановилась по дороге, чтобы еще раз взглянуть на эти дурацкие браслеты!» Он встал, приветствуя ее, и сразу же его холодная невозмутимость вмиг исчезла. На его лице появилось выражение юноши, который был безумно влюблен. Ее звали Шантал Мартин, и она работала манекенщицей у Диора. По правде говоря, она была их лучшей манекенщицей уже в течение шести с половиной лет. «Ты купила браслеты?» Нежным взглядом он обвел ее шею, и когда она покачала головой, каштановые волосы выбились из-под шляпы, которую он купил ей только что этим утром. Шляпка была восхитительной, хотя и несколько фривольной. Такова была и ее хозяйка. «Ну так что?» Смеющимися глазами она посмотрела на него, покачав головой снова. «Нет, и снова я их не купила!» Неожиданно она извлекла маленький пакет, бросив ему на колени. «Вместо этого я купила тебе подарок!» Она откинулась на стуле, наблюдая, как он вскрывает его. «Ты меня балуешь, моя малышка!» «А разве ты меня не балуешь?» Не дожидаясь ответа, она подозвала официанта. «Эй, официант!» Тот мгновенно и очень услужливо принял заказ на рюмку кампари и содовую воду. «А что ты будешь?» Обратилась Шантал к Марку. «Ты предлагаешь мне тоже выпить?» Она не разрешала ему брать инициативу на себя. Шантал любила делать все по-своему. «Перестань же, что ты будешь?» «Скотч!» Она тут же заказала так, как он хотел. А он внимательно и долго смотрел на нее, пока они сидели под зонтом. Постепенно кафе стало заполняться людьми в красочных нарядах в преддверии Ленче. «Ты всегда будешь вести себя так независимо, любовь моя?» «Всегда!» «А теперь открой свой подарок!» «Ты невозможна!» Но это было как раз то, что так очаровывало его в ней. Она была невозможной. И он это любил. Подобно необъезженной лошади, свободно резвящейся на лужайке. Неприрученная, всего в нескольких шагах от него, более или менее принадлежащая ему. Более или менее. Ему хотелось думать, что скорее более, чем менее. И все это уже длилось в течение пяти лет. Ей сейчас 29. Когда они встретились, ей было 24. Это было первое лето, когда Дина отказалась поехать с ним во Францию. Для него было необычным проводить лето без нее. Неловко было объяснять своей родне, что она не очень хорошо себя чувствовала, чтобы отправляться с ним в поездку в том году. Никто в это не поверил, но об этом говорилось только за его спиной и объяснялось тем, что либо она разводится с Марком Эдуардом, либо у нее нашелся любовник в Штатах. Марк Эдуард был настолько шокирован ее отказом поехать с ним, что не мог не задуматься, что это могло значить, когда она отказалась от мысли проводить лето во Франции. Он решил послать ей что-либо красивое вместе с письмом, где просил изменить свое решение. Он отправился на вернисаж Диора. Он просидел до конца демонстрации всей коллекции одежды, делая записи, разглядывая манекенщиц, внимательно изучая модели платьев, пытаясь решить, какие наиболее соответствовали стилю Дины. Но его внимание постоянно отвлекалось от одежды, переключаясь на манекенщиц, в особенности на одну из самых эффектных. Она была ослепительна, ее движения завораживали его. Все, что от нее требовалось, она делала гениально. Кружилась, поворачивалась, притягивала. Ему казалось его одного, и он сидел в кресле почти бездыханный. В конце сеанса он попросил провести его к ней, всего лишь на миг испытывая смущение, не больше. Когда она вышла навстречу ему в невероятно узком шерстяном платье черного цвета, с забранными вверх волосами светло-каштанового цвета, на очаровательной головке, с невероятно голубыми глазами, колючей, жгучей и нежными, он захотел схватить ее в объятия до полного изнеможения. Будучи человеком рассудка, умеющим быть сильным и сдержанным, он никогда ранее не был во власти подобных ощущений. Это одновременно пугало и завораживало его, и Шантал, похоже, знала, какую власть она имела над ним. Она пользовалась этой властью мило, но вполне решительно. Вместо того, чтобы купить платье для Дины, Марк пригласил Шантал в ресторан и стал угощать ее, заказывая рюмки спиртного, одну за другой. Не успели они допить бутылку шампанского в баре отеля Георга Пятого, как к своему собственному изумлению он попросил ее разрешение снять для них комнату. В ответ на это она слегка хихикнула и дотронулась до его лица своей изящной длинной рукой. «Ах, нет, моя любовь!» «Пока еще нет!» «А когда же?» Он хотел закричать на нее, но не смог. Вместо этого начал ухаживать за ней, уговаривать, задалил подарками, пока, наконец, она не покорилась с наигранной скромностью и так застенчиво, что все его тело, душа и разум чуть не сгорели в пламени ее прикосновений. Они провели выходные дни в квартире, предоставленной ему другом, которая располагалась в фешенебельном районе на авеню Фош. В ней была спальня, навевавшая романтические грезы и балкон с видом на тихую рощицу. Он запомнил на всю жизнь каждый звук, запах и мгновение тех выходных дней. Уже тогда он понял, что ему всегда будет не хватать мадемуазель Шантал Мартин. Она проникла во все его поры, и он уже никогда не сможет почувствовать себя так раскованно ни с кем, кроме нее. Она опустошила и обворожила его. Никогда ранее он не терял голову от желаний, обуревавших его. Это неуловимая, утонченная, фантастическая Шантал. Так продолжалось все пять лет. В Париже, в Афинах и в Риме. Каждый раз, приезжая в Европу, он брал ее с собой и, естественно, представлял в отелях, ресторанах и магазинах, как мадам Дьюрос. С годами они привыкли к этому. Это стало частью его и ее жизни теперь. Об этой стороне его жизни Джим Салливан, его компаньол, знал очень хорошо, чего, слава Богу, нельзя было сказать о его жене. Дина никогда не узнает. Не было оснований сообщать ей об этом. Он убедил себя в том, что это ни в чем ее не ущемило. У нее остался Сан-Франциско и свой маленький мирок. А у него была Шантал и более широкий мир. У него было все, чего он хотел, пока у него была Шантал. Он молил Бога, чтобы это продолжалось без конца. Но этого Шантал ему никогда не обещала. Итак, мой дорогой, вскрой же, наконец, подарок. И ее глаза дразняще смотрели на него, и его сердце учащенно забилось. Он открыл пакет. Это были часы для ныряльщиков, которые ему так понравились в то утро, когда он сказал, что забавно было бы приобрести их для поездки на пляж и на Антипель. «Бог мой, ты просто сумасшедшая, Шантал!» Часы были дьявольски дороги. Но она отмела все его возражения самым естественным образом. Теперь, когда она уже не работала у Диора, она могла себе это позволить. Три года назад она уволилась со своей основной работы и открыла агентство по предоставлению услуг манекенщиц. Она ни за что не согласилась бы жить в квартире, снятой им для нее в Париже, с тем, чтобы заниматься там исключительно уходом за собой и ждать его визитов. Она предпочитала не зависеть ни от кого и менее всего от него. Это его и возмущало, и пугало одновременно. Она в нем не нуждалась, хотя и любила. В этом-то он, по крайней мере, был убежден. Что бы она ни делала в его отсутствии, когда он был в Штатах, она любила его. В этом он был уверен, что подкреплялась и чарующими часами, которые они проводили вместе. «Как тебе часы?» Потягивая Кампари, она бросала лукавые взгляды на него. «Я обожаю их!» Он понизил голос. «Но я люблю тебя больше!» «Неужели, милорд?» Она приподняла одну бровь, и он ощутил мгновенное влечение плоти. «Тебе нужны доказательства?» «Возможно!» «А что ты предлагаешь?» Она бросила на него жадный взгляд из-под шляпы. Их улыбающиеся глаза встретились. «Отправимся в номер, дорогой!» «Неплохая мысль!» Он подозвал официанта и рассчитался. Желание попасть поскорей в свой номер переполняло его. Ему хотелось побыстрее вернуться в отель. И он торопил ее, держа за руку. Но она шла размеренно, зная, что Марк Эдуард Юрос будет делать все так, как ей того захочется. Он наблюдал за ней с улыбкой. Скоро он будет делать с ней все то, что захочет, в объятиях, в постели. В комнате он начал судорожно расстегивать на ней блузку. Но она игриво отмахнулась, заставив его подождать, пока она сама не захочет приоткрыть то, чего он так жаждал. Одной рукой она нежно заигрывала с ним, покусывая за шею, пока, наконец, он не нашел пуговицу, на которой держалась юбка, скрывавшая слой прозрачных кружев розового цвета. Теперь он почти набросился на блузку. Через мгновение она стояла обнаженной перед ним, и он тихо застонал. Она раздела его быстро и умело, и оба упали на кровать. С каждым разом их любовный пыл был все горячей. Оперевшись на локоть со спутанными, но по-прежнему прекрасными волосами, она повернулась на кровати, наблюдая за ним с улыбкой. Потом хрипло прошептала, проводя пальцами по груди и низу живота. «Я люблю тебя, ты знаешь». Он посмотрел на нее внимательно, ища ее взгляд. «Я люблю тебя тоже, Шантал, слишком люблю». И это так. Для мужчины, типа Марка Эдуарда Дьюроса, это было любопытным признанием. Никто из тех, кто знал его, не поверил бы в это. И менее всего Дина. Шантал улыбнулась и откинулась назад, на мгновение закрыв глаза, в которых отразилась озабоченность. «С тобой все в порядке?» «Конечно». «Ты все же говоришь неправду. Я знаю это. Скажи мне серьезно. С тобой все в порядке, Шантал?» На лице у него появилась на мгновение тревога. Она улыбнулась. «Я чувствую себя прекрасно. Ты приняла нужную дозу инсулина сегодня?» Позабыв мгновенно о своих страстных вожделениях, он был похож на внимательного и заботливого отца. «Да, я приняла его. Перестань волноваться. Хочешь испытать свои новые часы в ванной?» «Сейчас?» «А почему бы и нет?» Она радостно улыбнулась ему, и на мгновение он испытал чувство умиротворения. «Или у тебя еще что-то на уме?» «У меня всегда что-то на уме, но ты устала. Для тебя я никогда не устаю, моя любовь. И он никогда не уставал для нее тоже. Разница в годах исчезала, когда они были в постели. Было уже три часа пополуду, а они все еще не поднимались. Марк приехал в Рим из-за нее. Этим летом он собирался поработать в Афинах, но там ей было бы скучно. Он знал, как она любила Рим, и чтобы угодить ей, он всегда привозил ее сюда. Правда, на выходные он собирался покинуть ее ненадолго. «Что-нибудь случилось?» Она внимательно следила за ним. «Ничего, а в чем дело?» «Ты выглядел таким озабоченным на какое-то мгновение?» «Дело не в этом. Я просто несчастлив. Мне нужно покинуть тебя на пару дней». В самом деле в ее глазах застыл холод, как в морозную зиму. «Мне нужно повидать на Антибе мою мать и Пилар перед тем, как мы уедем в Грецию». Она присела на кровати и сердито посмотрела на него. «А что ты собираешься сделать со мной?» «Не говори так, дорогая. Я ничего не могу сделать. Ты знаешь это. Ты считаешь, что Пилар еще так молода, что не вынесет всю правду обо мне? Или ты полагаешь, что я не стою того, чтобы меня наконец представили? Но я не маленькая манекенщица у Диора. Ты ведь знаешь. Я возглавляю самое большое агентство по предоставлению услуг манекенщиц». Но она также знала, что в этом мире это не имело никакого значения. «Не в этом дело. И я действительно думаю, что она пока еще мала. Во всем, что было связано с Пилар, он был невероятно настойчив и упрям. И это сильно возмущало Шантал. «А твоя мать?» «Это невозможно. Мне все понятно. Она выпростала свои длинные ноги с края кровати и зашагала по комнате, закуривая на ходу сигарету и обратив на него свой рассерженный взгляд. Мне уже наскучило торчать в забытых Богом местах, пока ты общаешься со своей семьей, Марк Эдуард. Я бы не назвал Сент-Рапес Богом забытым местом. Лицо его не скрывало раздражение, а в голосе не оставалось ни малейшего намека на бурные часы страсти, еще недавно одолевавшие его. «Где же я буду ожидать тебя на сей раз?» «Я подумал насчет Сан-Рэма. Очень удобно. Но я туда не поеду. Ты бы хотела остаться здесь?» «Нет». «Неужели начинается все сначала, Шантал? Это становится надоедливым. Более того, я просто не понимаю, почему возникла между нами такая щекотливая тема, когда в течение пяти лет ты проводила время на ривьере и находила это вполне приемлемо. «Хочешь знать, почему?» Глаза ее внезапно засверкали. «Потому что мне почти 30 лет, а я все играю с тобой в те же игры, которые мы вели пять лет назад, и я несколько устала от них. Мы благопристойно величаем себя, месье и мадам Дьюрос, посещая половину городов мира. Но в таких известных местах, как Париж, Сан-Франциско, Антип, я должна скрываться или появляться украдкой, или исчезать насовсем. Так вот, мне противно все это. Такой распорядок устраивает только тебя. Ты хочешь, чтобы я сидела в Париже, затаившись на полгода, а потом по твоей команде являлась на свет из темноты? Я больше не собираюсь этому следовать, Марк Эдуард. Она перевела дыхание, и он в изумлении уставился на нее. Он не осмеливался спросить, насколько это было всерьез, и в какой-то ужасный миг понял, что это серьезно. Что же ты хочешь, чтобы я сделал? Пока не знаю, но я об этом много думала. Если мне не изменяет память, у американцев на сей счет есть прекрасное выражение «Делай дело, либо слезай с горшка». Шантал, я не нахожу это забавным, а я не нахожу идею Сан-Рэма забавной. Иисус, это было бесполезно. Чуть вздохнув, он провел рукой по волосам. Дорогая, я не могу взять тебя на Антип. Ты не хочешь взять меня на Антип. В этом и есть разница. Не могу ли я спросить, чем это все вызвано? Ведь не твоей приближающейся датой тридцатилетия, до которой еще целых четыре месяца. Она выдержала паузу, стоя спиной к нему, молча разглядывая вид из окна, а затем медленно повернулась, глядя ему прямо в лицо. Кое-кто попросил меня недавно выйти за него замуж. Время, казалось, замерло. Марк Эдуард уставился на нее взглядом, полным неподдельного ужаса. Смотрите продолжение в следующей серии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова